В последнюю очередь, если в этой зоне понятна какая-то экономическая целесообразность, может быть, люди теоретически, кто это могут видеть, то там я пока этого не вижу и не чувствую и не понимаю. Вы поймите, там уже маленький качай, это достаточно серьезно, давайте мы все рассеем, всем дадим где-то квартиры, а потом обратно пересеем, но уже вот ремонтируем. Ну вот это, так сказать, манюрши, но я ее не хочу комментировать, поскольку понятно, что никто там тысячи миллиардов долларов, я не знаю, сколько это будет, и вообще какие-то механизмы такие, они непонятные. Вообще-то я бы добавил вещи еще к этому всему, в случае для архитекторов. У нас был еще маленький блог, которому мы доложили, что я, во-первых, думал, что в рамках сегодняшнего законодательства вообще ничего делать нельзя, надо умирать в тихонную школу, тихо, спокойно, без суеты. Потому что механизм такой вот этот, ну не у него придумали, а господин Медведев в городе Сколково ввел такую схему, что есть некий град-совет города Сколково, который может принимать на себя отклонение от любого существующего строительного норматива. Какая-то законодательства я не очень понимаю, как может Градсовет портал этот отменять. Ну, не важно, я не комментирую, не знаю, где так. Но, наверное, я не знаю, нужно ли это для Сколково, я думаю, и нет, почти уверен, что не обязательно. Потому что для центра Кетербурга это нужно, это точно. И эта схема, в принципе, как-то работает. То есть приносит проекты туда, говорят, да, тут все не соответствует, там, по-разному, таким-таким образом. Сидят по-разному, и они говорят, ну, ладно, не соответствует, вроде как, не страшно. И принимается общее решение, что давайте эксперименты сделаем так. Думаю, вот этот механизм может у нас отработать. И, допустим, все сразу это нереально. Но какие-то квартальчики, маленькие кусочки, могут вот таким образом быть реализованы. А потом уже, после того, как это будет работать, там будет специально не два с половиной часа, там, не два часа, а полчаса и ничего, да, и продать будет дорого. Значит, может это работать. И я думаю, что когда наберется, там, 20-30 такого рода отклонений, уже можно спормирует некую новую нормативную базу, которая явится не только базой для Петербурга, но и для других, может быть, городов. Поскольку общий центр Моакуи, многие, вот эти нормативные проблемы очень похожи, или там, Нижнего Новгорода. Мне кажется, вот это как бы добавка такая к моему докладу, что нужны какие-то нормативные изменения и изменения по расселению, по порядку, потому что в рамках сегодняшнего порядка ничего расселения нельзя, не только, например, невозможно это тоже. Но в этом я ничего не понимаю, поэтому это не комментирую. А вот архитектурное законодательство, вот это наша была такая идея, как это сделать. Все самое старое, что сейчас начать и представить возможную плацентку, мы на полку напишем, и потом конъюнтеним этот объект. А архитектурное законодательство, а архитектурное законодательство, участвую в области? Нет. Здравствуйте. Нет. Получается, спасибо. Здравствуйте. Можно вы спросите? Продолжение следует...